В общем, если хотите увидеть открытие сундук Героя День Подарков, давайте соберем хотя бы 200 лайков под этим видео, и тогда это произойдет. Ну что, готовы? Увидеть. И я готов. Тут что-то новенькое, насколько я понял. Здравствуйте, дорогие друзья. Доброго времени суток. Сейчас я предлагаю вам в Injustice 2 Mobile посмотреть на то, как я солью 3500 гемов. Это достаточно много, солью я их на сундуки Атлантиды, по-моему, так они называются. В общем, давайте смотреть, что у меня из этого выйдет. Я проводил соцопрос на своем канале, и много людей проголосовало за то, что они хотят это увидеть. Конечно, всем нравится смотреть на то, как люди со стороны тратят кучу гемов в не пойми куда. Хотя были, конечно, подписчики, которые пожелали, чтобы я открыл, но при всем при этом они и пожелали мне удачи, чтобы в этот раз, наконец-то, она мне улыбнулась. Потому что, как правило, ну, те, кто со мной давно уже на связи на моем канале, они знают, что у меня из сундуков никогда ничего не выпадает. Насколько в этот раз выпадет или нет, давайте же смотреть. Не буду сильно затягивать. 3,5 тысячи гемов я готов отправить в никуда. А может быть, все-таки что-то из этого выйдет. Ну что, получить Х10. Смотрим, что здесь у нас. Я надеюсь, чтобы хотя бы золотишко какое-то выпало. А то, знаете ли, бывает так, что иногда и исключительно серебро в размере 10 сундуков падает. Так, что-то игрушка наша задумалась. И... Ну, давай, родная, давай. Я надеюсь, что игра задумалась, и нам сейчас как выпадет все 4 лиговских перса. Вот прям... Да. Ну, знаете, я в таких видео, я даже не знаю, как их комментировать. Потому что все предельно по стандарту. Но я считаю, что это хамство и свинство со стороны Незеров. За 350 самоцветов делать сундуки, в которых выпасть может вообще не выпасть, точнее золото. А может, вот так как у меня один золотой сундук, и то у меня такое ощущение, что это либо болотная тварь, либо киборг. Ну, вот смотрите. Три раза мне Джокер выпал. Три повтора. Ну что, готовы увидеть? И я готов. Тут что-то новенькое, насколько я понял. Это Power Girl. Но, вы знаете, не так плохо, как ожидалось. Потому что Power Girl это все-таки лиговский перс. Достаточно редкий. И... Ну, всего лишь, по-моему, если я не ошибаюсь, 2% вероятность выпадения этого персонажа. Непонятно, почему сундук открылся, как будто бы у меня ее не было. Я уже там, знаете, подумал, что у меня выпадает Аквамен. Но не тут-то было. Power Girl 2%. Вот мы, друзья мои, попали в 2%. Наверное, это уже хорошо. Не совсем впустую прошел пак-опенинг. Но, конечно, это не то, чего мне хотелось бы. Мне бы хотелось либо обратного флеша, либо Аквамена нового. Но и на том спасибо. Все-таки не настолько пусто, как обычно. Смотрите, тут еще есть какие-то занятные довольно сундучки под названием Сундук День Подарков. В этом сундуке, как вы видите, у нас есть гарантированное золото. Имейте в виду. Если вам интересно, я подкрываю еще вот такие сундучки. Мне тоже они интересны. Потому что здесь выпадают герои из испытаний. Испытания проходить иногда не очень интересно. А некоторые персонажи из испытаний очень хотелось бы увеличить количество их фрагментов. В общем, если хотите увидеть открытие Сундук Героя День Подарков, давайте соберем хотя бы 200 лайков под этим видео. И тогда это произойдет. Открытие Сундука Героя День Подарков обязательно состоится. Ну, а на этом я с вами прощаю сегодняшний наш пак-опенинг. Ну, можно сказать, практически удался. Во всяком случае, не совсем впустую. И на том спасибо. Пока-пока, друзья. До новых встреч на канале Mobile Gameplay. Открывать сундуки или нет, решать исключительно вам. Пока, друзья.